трасса потерь и находок глава 5 все познается сравнение для малышей выпускают десятки книг которых с помощью простых картинок им легко и просто можно объяснить где маленькая и где большая бибика какой домик далеко какой близко какая птичка сидит высоко и какая низкая глеб сам недавно перелистывал с миколой как раз такие книжки и вспомнил об этом погружаясь документы из чужой папки первое на что обратил внимание подписи и печати среди подписантов болезного кузькина не значилось документы были распечатаны на официальном бланке министерства обороны рф договор гласил что военный причал а-7 в новороссийский передается в аренду компании но втор чермету в аренду на 99 лет ежемесячные арендные платежи о которых договорились стороны составили 15 тысяч рублей в месяц глеб даже присвистнул сунулся в копию еще раз обнаружил цифру 15 тысяч и убедился что ни один ноль не потерялся похоже в хозяйственных службах плохо освоили детские книжки с обозначением много и мало за 15 тысяч рублей если хорошо постараться можно арендовать комнату в коммуналке но никак не причал фамилии подписантов глебу ни о чем не говорили зато сам факт сдачи военного причала расположенного порту где базируются военные корабли насторожил размер арендного платежа не вписывался ни в какие параметры цен на днях глеб купил себе пару кроссовок 180 евро по параметрам глеба дорого приятель снял на месяц комнату в коммуналке москве 15 тысяч рублей приемлемо а вот причал по цене пары кроссовок преступно мало вот именно преступно похоже при обработке бумаг реальные нули единицы перекочевали в чей-то карман а подписанный почти на век договор как формальная основа обеспечивал этому тертермету право заходить в военный порт держать там свой груз да еще много много других коммерческих действий документы скреплены вполне читаемыми печатями глеб старательно их разглядывал поднес даже под свет настольной лампой реальный от фоксимильных глеб отличить умеет директору но втор чермета мазишвили гв опасаться нечего какой из коммерсанта спрос значит охотников за вадимом отправил военный чиновник и цена и срок аренды буквально кричали чиновник пугайло а и взял на лапу взятку такого размера что от тяжести отключились мозги иначе как могло случиться что документы которые любой чиновник припрятал бы в самый укромный уголок личного сейфа вдруг оказались в чужих руках под шапкой договора указан номер значит он попал в общую базу хозяйственных документов ведомства а два характерных следа от дырокола на левой стороне бумаг подтверждали документ был подшит и скорее всего уже в архивных папках дата подписания 24 февраля двадцатого года видно припекло пугайло если выкрал договор из архива а может и подменил там документы только вот почему не уничтожил еще вопрос как вадим завладел документами и для чего кузькин принялся за шантаж это очевидно и можно предположить что 500 тысяч долларов это выкуп может кузькин получил дипломат с деньгами здесь в европе тащить такой чемодан через границу рискованно но почему бумаги не отдал или это только первый транш пугайло мог пожадничать передать часть денег а следом отправить ликвидаторов для бригады деньги чиновнику опасные документы глеб представил себя на месте пугайло вот он узнает что никто кузькин может даже его друг демонстрирует убойный компромат и называет цену возврата опасной папки пугайло пугается кричит но постепенно понимает надо соглашаться на все условия шантажиста рассчитывая на эти деньги кузькин затеял сделку с замком и потребовал совершить обмен на территории евросоюза пугайло а и готовит деньги и посылает ликвидаторов европы параллельно берет заложники жену кузькина и напряженно ждет связи он не верит вадиму боится что тот сохранит копии и продолжит шантаж рисковать пугайло не хочет и дает приказ решить проблему кардинально нет человека нет проблемы но это при условии что документы гарантированно будут возвращены а что с женой вадима скорее всего после окончания операции она тоже должна исчезнуть глеб представил немолодую уже женщину пордовом платье и золотых босоножках на высоких каблуках такой он видел марину кузькину на снимке в компьютере женщина плотно перемотана скотчем к спинке стула ей заклеили черной пленкой рот и оставили в подвале заплаканная марина сидела съежившись и поджав ноги видно было что женщина замерзла какого черта в феврале ходить в легком платье хотя бы кардиган накинула мерзни теперь плену мучайся глеб забыл что картину пленницы мысленно нарисовал сам и теперь сам же от всей души жалеет марину кузькину и не просто жалеет а напряженно раздумывает как скорее организовать ее спасение первый вариант анонимно отправить в русскую полицию сообщение о похищении марины кузькиной неким военным чиновником пугайло а и который уже три дня держит неизвестно где бедную женщину заложницах пугайло найдут быстро напугают а вот гарантировать что найдут марину глеб сам себе не может второй вариант отправить на несколько номеров телефона эсэмэски сообщением от имени администрации микуловской клиники что у них находится без сознания пан кузькин вадим знакомых и родных просят откликнуться если пугайло не попадает число получателей сообщения то велика вероятность что новость ему кто-нибудь передаст впрочем можно отправить такое сообщение и охотникам но этот шаг для самого вадима огромный риск данные внесенные медицинскую карту упростят задачу охотников до минимума глеб еще не успеет добраться домой как у мани появятся охотники копии документов глеб действительно нашел в компьютере так что не напрасно пугайло внес аппарат в список обязательной конфискации но никаких изображений мужчин в военной форме глеб не нашел а других признаков пугайло а и глебу найти не удалось он несколько раз пробовал представить этого человека но как ни старался воображение ничего кроме огородного чучела не предлагала ветер качает китель напяленный на шест сверху прямо на ведро кто-то надел натовскую кепку но очень не нравился глебу этот персонаж он вызвал в нем такую острую неприязнь что на воображаемой картинке глеб оторвал у пугайло один погон и оба кармана случись найти реальное достоверное изображение полковника глеб все равно видел бы в нем пугало которое успел себе представить ситуация понемногу стала приобретать пугающее очертание выбраться из нее можно избавившись от денег компа и договоров например сложить все в чемодан и поместить в камеру хранения а потом отдать квитанцию вадиму если поправиться или дочери тогда можно спокойно возвращаться домой типа ничего и не было нет остаться в стороне все равно уже не получится его номер телефона персональный код имя фамилия и реального проживания зафиксированы медицинской карте знать бы наперед можно было бы назваться каким-нибудь сашей ивановым из саранска указать вымышленный телефон недаром гласит народная мудрость знал бы где упасть соломки подстелил бы увы знать что будет наперед простому смертному человеку не дано и только проведение решает на какую тропинку он должен свернуть личный ангел хранитель глеба пока исправно нес службу отводя раз за разом от него беду ясно что глеб увяз в вадимовской заварушки по самую маковку интересно зачем загадочному проведению это понадобилось глеб твердо уверен что ничего в жизни человека не происходит просто так потерял кошелек найдешь удачу споткнулся и упал да ушибся но может несколько секунд задержали в дороге и избавили от ненужных встреч охотники рано или поздно найдут больнице безмолвного кузькина как да хотя бы через русское посольство в праге медики наверняка сообщат что в их клинике в коме находится гражданин россии лечение кто-то должен оплачивать тут глеб вспомнил о карточках и доступе к онлайн банку оплатить лечение вадима он сможет хоть сейчас но стоит ли может позвонить микуловскую клинику спросить или лучше пока не высовываться хотя бы соблюдая меры безопасности конечно по телефону нанести урон кому-нибудь сложно но любой аппарат связи это след по которому легко вычислить и самого хозяина пока в один коме ему ничего не угрожает а вот глебу как раз наоборот однако что-то мешало ему сидеть и ждать у моря погоды узнать бы кто этот пугайло чем и где дышит а потом подумать как его нейтрализовать вплоть до того что передать документы и подчищенный комп пояснив что вадим прежде чем впасть в кому попросил об этом глеба деньги на время оставить при себе поправится вадим тогда и решать их судьбу а если нет ну на нет и суда нет как сложно принимать решение когда на кону такие деньги глеб даже начал понимать поведение зеленского парень сыграл президента в кино потом в жизни стал говорят миллиардером и что теперь как и живым остаться и бабосы при себе оставить те же мотивы и у нечистого на руку полковника расставаться с деньгами непросто и чем больше сумма и риск ее утратить тем рьянее человек будет защищать и защищать если у тебя характер мягкий и ставишь человеком жалостливым большие деньги навряд ли осягут в твоих карманах а полковник скорее всего человек жесткий надо искать этого пугайло как например включить телефон вадима и перешерстить контакты глеб достал паспорт и выяснил один пересек границу неделю назад значит московские звонки особо тщательно надо проанализировать за несколько дней до отъезда наверное он спугайло а и беседовал не раз глеб достал айфон и поставил аппарат на зарядку но включать телефон не спешил номер в отеле оплачен до 12 еще два часа и надо решить оставаться здесь или уезжать если оставаться телефон вадима лучше пока не включать а вот перед выездом самое время глеб решил ехать и решительно взял в руки айфон контактах исходящих и входящих фамилии пугайло не значилось зато перед отъездом вадиму четыре раза звонил никто уга подходил и абонент под ником поп но этот звонил всего один раз беседа длилась полторы минуты маловато чтобы обсуждать условия передачи денег и документов но и этот номер глеб внес свой блокнот заю и ручку и волю не тронул номер жена уверенно зафиксировал телефон запиликал и как горох посыпались сообщения с угрозами рекомендациями глеб пролистал их и убедился жена вадима в заложницах некто даже прислал ролик связанной женщины в сером облегающим свитере арина смотрела в камеру и хрипло просила вадим отдай сашки все я боюсь это короткое видео буквально парализовало глеба именно такую кирпичную стену он и представлял за спиной женщины плохо очень плохо до отъезда оставалось 40 минут за час двадцать вадиму никто не позвонил значит решили что хозяин с телефоном расстался жена уже в руках пугайло теперь под угрозой и дети а глеб единственный кто может уберечь их например отправив по нескольким номерам сообщения хозяин этого телефона больницы находится в коме и адрес над этим шагом он уже думал и понимал что сделал его сам мгновенно окажется под угрозой но похоже выбора не остается так и не отправив сообщение глеб отключил телефон вадима и начал собираться отправлять или нет об этом глеб подумает в пути завернул попутно свой бывший гарнизон сделал там несколько снимков сказал аламовацу до встречи дружище и отправился в путь задав навигатору самую короткую дорогу скоро глеб очередной раз убедился короткий не значит самый быстрый навигатор повел субару через татры горный перевал для этого времени года не самый безопасный путь но глеб не стал поворачивать резина слава богу была надежной крутой подъем автомобиль преодолевал без напряга эти 40 минут пути по крутому и абсолютно не обустроенному серпантину вполне можно назвать испытанием слева крутой подъем справа крутой обрыв выбравшись на плато глеб понял надо передохнуть горное маравское поселение нововес убанова оказалось игрушечным одноэтажный аккуратный домики расположенные по сторонам единственной улицы поселка были хорошо ухожены традиционные красные покатые крыши ухоженные полянки перед каждым домом и ни одного пешехода поселок находится на высоте 250 метров над уровнем моря а проживает в нем 307 человек ну зато каких выбравшись из субару глеб поспешил плотно застегнул куртку и пожалел что не надел под ее теплый свитер ветер казалось специально продувал единственную прямую как стрела улицу поселка и за 30 шагов от машины до двери реставрации глеб реально продрог вот что значит горы попав внутрь глеб замер за столиками несколько мужчин пили пиво курили в табачном облаке спирально закручивался сплошной гул но стоило глебу возникнуть на пороге в помещении повисла зловещая тишина все восемь посетителей молча и сурово уставились на чужака без злобы и даже без признаков интереса аборигены смотрели на глеба так будто выставили перед ним стену то потребовалось здесь чужаку случайно попавшему в их тихий хоть и суровый мирок пусть знает здесь ему не рады минуту глеба разглядывали пристально и прямо скажем не дружелю до тех пор пока глеб не поздоровался по-чешски двое кивнули в ответ и в зале вновь загудел разговор вкус этого кофе глеб запомнил навсегда обжигающий горячий с запахом лаванды а может просто показалось и аромат лаванды просачивался откуда-то через плотный табачный смог дальше дорога вела через деревни покрупнее и в каждой из них располагалась часовня обязательно имелась реставрация и потравины пивнушка и продуктовый магазин на улицах встречались редкие прохожие которые останавливались и долго провожали взглядом заблудившуюся машину глеб чувствовал себя неуютно и даже вспомнил какой-то американский фильм как семья на трейлере зарулила под вечерок одиноко стоящий бар где путешественников точно также встретили молчаливые и суровые аборигены в итоге оказались оборотни с маравами глеб сталкивался воломовцы они искренне обижались когда их называли чехами общались сдержанно и казалось холодно на поверку оказывались самыми надежными друзьями и партнерами даже удивительно почему глеб напрягся оказавшись зале реставрации непривычной обстановкой его не удивишь а вот атмосферой да он вспомнил что рядом с двумя мужиками заметил охотничьи ружья прислоненные к ногам лица конечно были разные но по каждому шли глубокие мимические борозды такое впечатление что некий скульптор тщательно прорисовывал на скулах и в уголках рта характерные борозды у всех морщины вокруг глаз светлые в глубине и заостренные снаружи эти морщины напоминали крохотные веера поменьше чем те что глеб складывал с племянником совсем недавно веера они с николкой готовили из конфетных оберток сначала разгладили на столе а потом стали сгибать николка никак не мог выровнять сгибы слабые еще пальчики но когда глеб зажал угол бумажной гармошки и развернул второй край восторгу племянника не было предела дети дети что там с кузькиными детьми положим в таком коттедже присутствует и няня и повар другое дело что в стревоженной ситуации пугайло пошлет и по их душу охотников привезет мальцов в тот же подвал и отправит папочки снимки связанных ребятишек а что если рассверепев отдаст мальцов на потеху своим бойцам глеб представил как суровые мужики в кафе медленно поднимаются и направляются в темный угол где примотанные скотчем к стульям сидят мальчишки глазах ребят плещется огонь ужаса а толпа все приближается и кольцом сжимается пространство вокруг них глеб хотел успокоить мальчишек крикнуть им что маравские мужики только с виду страшные на самом деле они добрые просто жителям гор приходится многое преодолевать чтобы организовывать доме тепло на столе еду они берут ружья и ходят на охоту где порой приходится защищаться от диких кабанов или волков еще глеб хотел сказать что никакому пугайло ни за какие деньги эти маравы служить не станут и даже открыл рот чтобы произнести это вслух но тут увидел дорожный знак впереди ремонтные работы и вернулся в реальность пустынная двухполосная дорога не требовала усиленного внимания водителя радио здесь ловила только треск вот он и расфантазировался любой другой ситуации глеб включил бы привычную приятную волну вот они с мани переселились на канары прямо со своим домом и садом цветут тут маки огоньки календул и ромашки ажурным покрывалом раскинулись у дивана качалки на диване свернулся клубком кот может показаться что боза безмятежно спит но глеб знает кот безмятежно расслабляется только на спине раскинув задние лапы и выпить его брюшко он подпирал бок подушечки и отключался тогда из пасти кодика высовывался красный язык сейчас кончик хвоста вздрагивает значит котяра готовится к прыжку а вот маня в легком сарафане и шляпе босая придирчиво оглядывает кусты роз у нее просто страсть срезать еще не отсвевшие бутоны глеб жалел цветы но жена утверждает через день лепестки осыпаются и превращаются в мусор вокруг куста а в базе на веранде они украсят кофейный стол еще порадуют пару дней его и маню а еще шмелей которые с ранней весны облюбовали веранду и навертели под крышей кучу домиков глеб насчитал целых три но по числу жужжащих особей понял разместиться только в этих трех шмелинных особняках у них не получится о чем бы глеб не раздумывал мечты и фантазии непременно приводили его домой как получилось что только там отступали тревоги и усиливались радости он не знал дорогу опускались сумерки ведь наконец выбрался на трассу и как бабочка на огонь направился на первую же заправку сегодняшнюю ночь он намеревался провести в пути но теперь через пять часов проведенных дороге имел право передохнуть и поболтать с маней жена ответила сразу в меховой безрукавке с неизменной сигаретой в руке она сидела на своем привычном месте свет отбра который они включали по вечерам глеб приглушил соломенной шляпы от этого в гостиной было настолько уютно что глеб отчаянно захотелось оказаться там прямо сейчас панорамном окне заманенной спиной отражался и огонь камина и резные шкафчики на стенах дома тепло ты в шкурке я на веранду выскакиваю компот остужаю глеб опустил глаза в чашку с кофе с каким удовольствием выпил бы сейчас пару кружек домашнего компота из яблок и смородины еще с травками выцеживать напиток из кастрюли жена ему никогда не разрешала на стол компот попадал уже в одном из глиняных кувшинов которые маня и покупала и выпрашивала у знакомых и хранила их подвешенными за ручку на гвоздях битых в верхнюю балку веранды что нового спросил глеб глядываясь картинку на экране на вверенном мне объекте все в штатном режиме доложила маня а вот на удаленном периметре и маня принялась излагать военные сводки за которыми глеб не сомневался следила целый день кто бы мог подумать что шутка погреб маловат при бомбежки негде будет спать станет когда-нибудь правдой истребители над металлой не летали но премьер-министр литвы и латвии публично обратились гражданам своих стран призывая их терпимо относиться к тем кто говорит по-русски оказывается что в некоторых магазинах продавцы не давали сахар и хлеб если покупатель имел неосторожность спросить товар на русском языке в латвии такого быть не может а вот насчет литвы не знаю подвела итог доклада маня сама она в город выезжала редко только в случае крайней необходимости зато и дня не проходила чтобы к ним в дом кто-нибудь не приезжал по выходным витос с двумя детьми с утра друг выезжал из шауляя в ригу чтобы проведать дядю а под вечер семейство появлялась дейдонисе дети сбрасывали рюкзачки неслись на второй этаж там крутили педали велотренажера дрались за кресло качалку дом гремел от топота ног птицы ретировались от шумных гостей а коты радостно вносились со шустрыми гостями три часа тарарама вносили сумятицу в размеренную жизнь семьи ну маня знала как успокоить ребят стопка тонких блинов с клубничным вареньем и сметаной и пару кувшинчиков с компотом блинами ребята наедались так что лениво расходились по крохотным спаленкам чтобы уткнуться в свои айфоны взрослые у камина тихо разговаривали о котах родственниках за десять лет дружбы тем для беседы было много еще месяц назад вита с глебом договаривались баня с глебом возьмут ребятишек летом на месяц они учат русский язык а практики не хватает приедут или нет теперь дети лет не знал вчера он дрызг разругался с витасом друзья не сошлись в позициях по поводу войны на украине лет и маня потихоньку теряли друзей какими бы реальными не казались вчера планы теперь спустя день-другой они казалось подвешены в неизвестности два года назад пандемию неожиданно отменили поезда рига москва рига санкт-петербург баня все ждала восстановления а потом пришлось отправиться в москву автобусом это было еще то путешествие из риги автобус доставил пассажиров только до границы и они прихватив чемоданы и сумки цепочкой потянулись через нейтральную полосу удовольствие сомнительное особенно зимой часа через три после таможенного досмотра и проверки документов пассажиры загрузились уже в русские автобусы и продолжили путь теперь отменили и авиаперевозки а вчера вечером на дэлфи появилось объявление в котором извещалось всем кто проживает в латвии по виду на жительство следует сдать документы не позднее чем через три месяца и покинуть страну даже думать не хотелось о том как все будет если сейм узаконит такое решение вот мани с глебом куда у них за 15 лет здесь все и дом и хозяйство повздыхав мани с глебом попрощались и несмотря на разделявшие их 800 километров подумали об одном и том же как хрупко все вокруг ненадежно продолжение следует